рассказ о том как получить бан бан запрет на выезд и или подачу на визы в ту или иную страну эта история произошла несколько лет назад комплект документов у девушки назовем ее кодовым именем оксана был хорошим она работала в крупном турагентстве и получала полную зарплату на банковскую карту собственности было квартира время от времени оксана ездила за рубеж изучать новые локации для туристов а также планировала стать гидом для иностранцев приезжавших в ее родной город поэтому желание немного подтянуть английские в лондоне было вполне логично она забронировала трехнедельный курс в одной из языковых школ и подала документы на визу оксана уже была великобритании несколько раз каждый раз она ездила туда на пару недель не больше было так и в последний раз по по ее словам оксана приехала в лондон 28 января и выехала 5 февраля 2016 года а сейчас на дворе был декабрь 2017 то есть времени с предыдущей поездки прошло достаточно прекрасный кейс документы мы подали с легким сердцем и стали ждать визу каково же было удивление визового отдела когда прилетел отказ со следующей формулировкой в анкете вы указали что в последний раз покидали великобританию 0 2 0 5 16 однако записи министерства внутренних дел показывают что на самом деле вы покинули великобританию 14 0 5 17 примерно через 15 месяцев после истечения срока действия вашей визы поэтому мы полагаем что сделанные вами заявления о вашей поездке в великобританию является ложным мы убеждены что это обман с целью скрыть в вашу неблагоприятную иммиграционную историю поскольку вы дали ложные показания в основании этого заявления в вашем заявлении будет отказано в соответствии с пунктом 327 и иммиграционных правил пункт 327 и очень серьезный он автоматически влечет за собой пункт 327 и по которому во всех последующих визовых заявках будет отказано в течение 10 лет оказалось что оксана действительно провела в великобритании 15 месяцев нелегально да еще и работала что тоже запрещено на наш вопрос зачем же она скрыла информацию и вообще решила подаваться на британскую визу после такого серьезного нарушения она простодушно ответила так британские пограничники же не знали когда я уехала дело здесь вот в чем британские пограничники действительно ставят штамп в паспорт только на въезде в страну на обратном пути паспортный контроль проходить не надо это может создать иллюзию что за вашим выездом из страны никто не следит но это не так в британии действует exit check собираются данные обо всех пассажирах покидающих страну эти данные мвд великобритании предоставляют сотрудники авиакомпании железнодорожных вокзалов и пассажирских портов покинуть страну будучи незамеченным невозможно но оксана увы этого не знал и совершила двойную ошибку нарушила иммиграционные правила и обманула посольство при подаче на визу есть еще ряд стран которые не ставят штампы в паспорт на выезде из страны например сша но это не значит что никто не следит за тем когда вы уехали если вам пришлось задержаться в стране по неотложным обстоятельствам например из-за болезни и ваша виза уже стекла не скрывайте этот факт и обратитесь в иммиграционные службы будет гораздо хуже если вы эту ситуацию замолчите а потом как ни в чем не бывало обратитесь за новой визы ну и нелегально работать мы тоже не советуем ни в какой стране будьте внимательны и бережно относитесь к вашей визовой истории